Здесь сегодня у нас будет тоже простой урок для начинающих художников работы с тенью и градацией метанолы. Здесь я научу вас как наносить штриховку, чтобы она не выглядела слишком грубой и потому непрофессиональной. Постараемся сымитировать эффект тени на поверхности, который можно быть плоской, так и изогнутой. Хорошо заточенным карандашом нанести те несколько плотных прямых диагональных линий. Неважно, в какую сторону будет наклон, потому что мы дорисуем другие диагонали с наклона в противоположную сторону. А теперь проделать то же самое с вертикальными линиями, нанеся их поверх диагональных. Заметьте, как это усилял обе дутона. Следующий шаг нанесите поверх рисунка горизонтальной линии. И завершите нанести серию диагональных линий в противоположном направлении к тем линиям, что вы рисовали изначально. Таким образом, вы четырежды усилие кругом винатона. Сейчас создайте тон при помощи сгруппированных коротких линий, размещенных максимально близко друг к другу. Убедитесь, что каждая линия имеет разное направление. Теперь проделайте то же самое с произвольными короткими штрихами, которые пересекают друг друга. Обеспечивая разные градации тонов. Затем создайте градации тонов при помощи одной линии, не отрывая карандаш от бумаги и перемещая его в разных направлениях. Пусть линия пересекает саму себя. А теперь попробуем размазать любой из ваших рисунков, потеряв его пальцем или растушевкой. Теперь выполним упражнение, построив шкалу серых штанов. Для этого нарисуйте вот таких 7 квадратиков. Это упражнение научит вас контролировать давление, которое вы производите на карандаш, когда работаете с градациями тонов. Нарисуйте несколько небольших квадратов. Вот вы уже их нарисовали. Первый не заштриховывайте. Таким образом, первый цвет в вашем шкале будет белый. Ко второму квадрату примените редкую штриховку, чтобы придать ему максимально светлый тон. Третий квадрат заштрихуйте более интенсивно. Продвигаясь от квадрата к квадрату наносите все более плотную штриховку. Когда вы уже натренируетесь, расшите шкалу до 9-10 тонов. Продвигаясь от квадрата к квадрату. Продвигаясь от квадрата к квадрату наносите все более плотную штрихи. Возвращаемся к квадрату.